Всем привет! Добро пожаловать в новое видео! Сегодня я хотела бы показать вам свои покупки ухода на новый сезон. Что-то для детей, что-то для дома, много полезностей и вкусностей. Поехали! Это видео я снимаю в коллаборации с iHerb. В сентябре этого года они празднуют свою 25-ю годовщину и все с этим организовывают грандиозные небывалые скидки. Минус 25% каждый день на разные категории. Я очень советую вам следить за их ежедневными акциями, потому что это очень классная возможность купить ваших любимцев по более выгодной цене или взять что-то новое на пробу. Особенно учитывая тот факт, что у них представлено свыше 30 тысяч натуральных продуктов и витаминов. Есть из чего выбирать. Ну а что выбрала я? Давайте рассмотрим. Итак, уход. Вообще при выборе любого уходового средства я предварительно изучаю состав, потому что мне не все равно, чем я буду пользоваться, так как я рассчитываю уже на какой-то результат, правильно? И мой выбор пал на эссенцию от бренда By Wishtrend. Называется она Quad Active Boosting Essence. Я признаюсь вам честно, что долгое время у меня в корзине на iHerb лежала моя любимая эссенция от бренда I Am From, которая с фигой, с инжиром. Она до сих пор остается для меня одной из самых эффективных, особенно на холодное время года. Она подойдет и понравится тем из вас, у кого комбинированная кожа, склонная к сухости, нормальная, сухая, обезвоженная. Но девочки, даже те, у кого кожа жирная, писали, что для них это настоящее спасение в холодное время года. Я же решила взять что-то новое, потому что я также читала отзывы, что эта эссенция отлично работает на тех, у кого проблемная кожа. Я не могу сказать, что у меня постоянно есть высыпания, но они периодически появляются в связи с разными причинами. И я подумала, почему бы не совместить приятное с полезным, чтобы это было и увлажнение, и восстановление, и вместо тоника. И также, чтобы был такой лечебный эффект, подлечивающий, точнее даже так. И я не промахнулась. Я наношу ее сразу после умывания, и вместо тоника в том числе, по той причине, что она хорошо выравнивает уровень pH кожи. Помимо этого, здесь есть огромное количество натуральных экстрактов, которые благотворно сказываются на состоянии кожи. По консистенции она будет полегче, чем некоторые эссенции, в том числе, чем I'm From. Это как чуть-чуть, буквально более концентрированная вода, слегка гелевая. И эта эссенция впитывается, но не под ноль, то есть она дает увлажнение, но при этом не оставляет ощущение пленки. Если у вас жирная кожа, особенно если она склонна к высыпаниям, то вам однозначно понравится. Состав, конечно, абсолютно прекрасен. 46% натуральных ингредиентов. Среди них экстракт коры белой ивы, гидролат василька, экстракт ягод китайского лимонника, экстракт шелковицы, экстракт лотоса, который является очень хорошим антиэйдж-компонентом. Помимо этого прополис, фермент черного чая, фильтрат меда, это такой детокс, восстановление, обновление нашей кожи. Также меня порадовала упаковка. Я думала, что снова будет пластик, как в случае миндального тоника, но это стекло. Так лаконично, супер стильно, этим приятно пользоваться, помимо всего прочего того, что делает это средство. И iHerb всегда все хорошо запаковывает, у меня никогда ничего не разбивалось. Помимо этого, склады iHerb специально оборудованы, поэтому, когда я приобретаю что-то у них, я могу быть уверена в том, что косметика, витамины или продукты питания хранились в правильных условиях. Если во время доставки что-то пойдет не так, или у вас возникли дополнительные вопросы, вы всегда можете обратиться в их службу поддержки. Они работают 5 дней в неделю и предоставляют ее на 10 разных языках. Так как в холодное время года я планирую использовать ретинол и кислоты, как всегда до этого мы с вами еще дойдем, но в промежутках мне был необходим какой-то базовый увлажняющий восстанавливающий крем. Та-дам! Это абсолютная находка, еще и стоит не супер дорого. Бренд Etude House, линейка называется Sun Yang, и, наверное, когда будет скидка на категорию бьюти, я приобрету еще несколько срезов, потому что я даже не ожидала, что это будет настолько круто. Здесь 60 мл, нет никакой отдушки, текстура мега приятная, он хорошо впитывается. Это крем, который восстанавливает защитный барьер. Он, кстати, это нам и обещает, и самое главное то, что он это делает. Я вот каждый раз забываю, как тут работает упаковка, ее нужно слегка открутить, но благодаря этому он не будет как-то выплывать сам, неконтролируемо. Очень-очень просто распределяется, он настолько классный, я вам не могу передать. И я даже не хотела бы говорить, кому он подходит, кому он не подходит. Мне кажется, что это один из самых универсальных кремов, которые можно придумать на холодное время года. Потому что днем он будет вас защищать, он прекрасно дружит с остальными средствами, которые наносишь поверх, например, SPF или под него какую-то сыворотку. И в качестве ночного восстанавливающего крема тоже отменно подходит. Если у вас супер сухая кожа, я бы добавила какую-то увлажняющую эссенцию, I'm From, например. А так, даже в качестве самостоятельного, именно зимнего ухода, отменно. Я скажу вам больше, что у нас еще не наступила вот эта настоящая холодная, мокрая, ветреная осень. Тем не менее, этот крем даже в теплую погоду отменно подходит моей коже. И макияж на него хорошо ложится, и с ним все прекрасно. И я не знаю, где я была раньше. Однозначно рекомендую, особенно если у вас холодная морозная зима. В последнее время у меня столько всего из ухода закончилось, и прям образовался огромный пробел в уходе за областью вокруг глаз. Я долго выбирала, какой же крем взять для себя именно под глаза. И остановилась на бренде Andalou Naturals, потому что у меня есть много любимцев от них. Называется Reviving Eye Cream. И сейчас у меня такое приятное после покупки, когда ты не возлагаешь особых надежд, но думаешь, что будет окей. А по факту получаешь эффект вау. Для меня это будет мой базовый крем на ближайшие месяцы, пока он не закончится. Здесь у нас 13 мл. Очень удобный формат, потому что можно взять с собой, когда куда-то едешь. И не занимает много места в ванной комнате, в какой-то моей уходовой косметичке. И этот кремик нравится мне тем, что у него не слишком плотная текстура, он хорошо и быстро распределяется, но при этом он очень хорошо увлажняет кожу под глазами. Я бы не стала ждать от него питания. Это скорее такое глубокое увлажнение. Увлажнение и питание это разные вещи. И питательные кремы, они всем нравятся и подходят. Они часто вызывают припухлости, они часто вызывают раздражение. Они всегда хорошо подходят под макияж. А это хороший такой, опять же, универсальный вариант. Составы у этого бренда всегда отменные. Мне также нравится их ночной восстанавливающий крем. Если вы ищете что-то на холодное время года, в принципе, не только. Можно даже летом использовать, весной, особенно если сухая кожа. Но вот этот бренд, это один из самых классных, самых любимых. И клеколевая маска с энзимами, это тоже моя безграничная любовь. И этот крем присоединяется к списку удачных покупок и к тому, что я буду рекомендовать дальше, так сказать, нести в массы. Не стоит ожидать, что он уберет морщинки, именно возрастные, сухие. Да, то есть если у вас обезвоженная кожа, он поможет это все разгладить. И также он не уберет круги под глазами. Но если бы была такая чудо-баночка, если разобраться вот так по факту, да, то никто бы себе ничего не подкалывал, не натягивал. Поэтому глубокое увлажнение это то, что нужно абсолютно всем. Но и то, чего я не могла дождаться, это использование ретинола и более активных кислот в холодное время года. Что касается ретинола, прежде чем я тут расхвалю эти средства и вообще этот компонент в целом, скажу сразу, что если вы планируете беременность, то отложите все средства, содержащие ретинол за полгода до планируемой беременности. Если вы в положении и кормите грудью, то тоже, к сожалению, сейчас вам нельзя пользоваться ретинолом. Для меня это сейчас не актуально, поэтому я со спокойной душой могу пользоваться кремом от бренда Jeffrey James Botanicals, который я выбрала для себя. Это настоящая бомба. Меня всегда останавливала цена, но потом я почитала состав, отзывы и думаю, окей. Я знакома с ретинолом, я знаю, какое чудо он может сотворить с моим лицом. И речь не идет только о морщинах, потому что ретинол это самый известный антивозрастной компонент, который годами применяется в косметике. Но он еще как-то, в моем случае, подстягивает поры, очень хорошо разглаживает лицо, делает его сияющим. Он не такой агрессивный, вот именно в правильной концентрации, в правильных средствах, чем некоторые кислоты. Он у меня не вызывает каких-то высыпаний. И я открыла его для себя не так давно, потому что раньше не было необходимости им пользоваться. Сейчас я хочу поработать над цветом, над текстурой и также над продольными морщинами на лбу. Я стараюсь не морщить лоб, мне не хочется колоть ботокс, я этого не планирую. Но пытаюсь бороться вот такими средствами, и мне кажется, что у меня неплохо получается. Этот крем я пока что наношу не каждую ночь, то есть пользуюсь один-два раза в неделю. Если моя кожа постепенно ко всему этому привыкнет, то я потом переключусь даже на ежедневное использование. Но всегда внедряйте ретинол очень постепенно в ваш уход, чтобы кожа не шелушилась, чтобы она не потеряла свой защитный барьер, потому что когда он нарушен, то потом появляются и воспаления, и много всяких таких неприятностей. Поэтому лучше очень такими маленькими шагами, но к большому успеху. И о полных эффектах я смогу сказать спустя несколько месяцев применения, но ретинол дает о себе знать уже после нескольких раз использования. И состав здесь обалденный, вы можете ознакомиться с ним на сайте. И уже на первом месте у нас сок алоэ, но это все как бы мелочи жизни. Это не просто крем с ретинолом, который беспощадно будет сушить, заставлять вашу кожу слезать вместе с вашими морщинами. Нет, здесь очень здорово скомпонированы компоненты таким образом, что есть и восстанавливающие, и те, которые будут работать на обновление вашей кожи. Здесь есть и натуральные масла, масло ши, витамин Е, пантенол успокаивающий, центелла азиатская, много растительных экстрактов, и масло жажеба. В общем, можно перечислять бесконечно. Я не хочу здесь надоедать вам какими-то терминами и просто читанием состава. Мне нравится то, что этот крем не высушивает кожу. То есть ты утром просыпаешься, и она такая вот сияющая, она увлажненная, она вот такая, ну не хочется говорить помолодевшая, но она очень свежая. Помолодевшая это спустя несколько месяцев, и, наверное, тоже в другом возрасте, но все равно заметно то, как быстро уходят какие-то постакна, какие-то пятнышки, которые остались после лета, какие-то несовершенства заживают быстрее, и поры не как кратеры. И вот не зря они просто пользователи косметики, но и те, кто разбираются немножко в этом, хвалят эти средства. Крем немного пахнет цитрусами, но не навязчиво. Это не суперинтенсивная отдушка, и по консистенции он такой плотненький, но хорошо распределяется, как бы тает, и он тоже не лежит маской, под которой у тебя кожа не дышит. То есть это питательный крем однозначно, но зато за ночь все впитывается, все работает, и тут утром просыпаешься, и видишь в зеркале настоящий фреш. Мне очень нравится, я продолжу им пользоваться, и потом уже дам финальное мнение, но забегая наперед, спустя несколько недель использования, я могу сказать, что это работает, и как минимум это не раздражает кожу. То есть это постепенный накопительный эффект, так что я на пути красивой, гладкой, сияющей кожей. Следующая это маска от Jeffrey James Botanicals. Многие мне писали о ней, потому что знают, насколько сильно я люблю тыквенную маску от Andalou Naturals, и говорили, Оля, попробуй еще вот эту, но опять же цена. Сейчас пока скидки будут более выгодны, вы всегда можете воспользоваться моим промокодом, который дает 5% скидки на весь ваш заказ, независимо от акции. Я обязательно оставлю все ссылки внизу, все названия продуктов, и укажу свой промокод. Эта маска это настоящий хит из категории отшелушивающих, обновляющих, антивозрастных, осветляющих. Я сейчас зачитаю несколько активных ингредиентов, вы поймете, что к чему. Я сразу купила себе две, чтобы потом я не сидела и не выжидала, когда они вновь появятся в наличии. Каолин это одна из самых универсальных глин, которая очищает поры, которая предотвращает забивание пор, осветляет, обновляет, и она не является агрессивной. Гликолевая кислота, сквалан, как антивозрастной компонент, молочная кислота, обожаю ее. Помимо этого, очень много натуральных экстрактов, именно растительных. Масло виноградной косточки, масло жожоба, масло миндаля, масло абрикосовой косточки. Помимо этого, витамин С и много всего другого, гиалуронка. В общем, это универсальное средство, которое можно использовать один раз в неделю. Этого будет вполне достаточно для того, чтобы отшелушить, обновить вашу кожу. И консистенция этой маски это нечто. Это как взбитое суфле, которое пахнет малиной. Здесь тоже есть такие небольшие частички косточек малины, но они не скрабируют. То есть я наношу или пальцами, или кисточкой, и не чувствую, чтобы это как-то царапало кожу. Но после использования кожа не раздраженная, при этом ты видишь, что она вот именно на утро, когда поспишь еще, кожа начинает сиять. Это супер эффект, и ее не нужно наносить прям супер плотным слоем. От этого эффективность маски не станет больше, ну а даром расходовать продукт тоже не обязательно. Она экономная в использовании, однозначно тоже теперь мой must-have. После вот такой очищающей, обновляющей маски я всегда наношу эссенцию, и потом люблю использовать тканевые маски. После них еще вот этот восстанавливающий крем. Тогда кожа на утро такая увлажненная, обновленная, светящаяся здоровьем. И сейчас на пробу я взяла маски, которые вы мне рекомендовали. Правда, я не заскринила, какие именно, выбрала для себя с коллагеном. Бренд называется Hada Bissei. Это очень удобные масочки, я использовала всего одну, их здесь пять в упаковке. Это тканевые маски, у них классная лекала, то есть на мои большие глаза тоже все подходит. Не слишком большая, но при этом ее вполне достаточно для того, чтобы распределить даже вот на области не шеи, но до конца бороды. Скажем так, эти маски не сползают во время использования и очень хорошо увлажняют кожу. Есть те, которые типа увлажняют, возможно даже подешевле, но по сути они не делают ничего такого. То есть что пользовалась, что нет, проходящая история. Для меня это хорошее увлажнение, и наверное еще возьму несколько других. И я люблю такие масочки брать с собой во всевозможные поездки, потому что когда долго нахожусь в машине, то у меня очень сильно обезвоживается кожа, она такая капризная, суховатая. А так это спасает. Поэтому если вы хотите что-то новенькое в свой уход, то да, делюсь с вами рекомендацией моих подписчиц, мне тоже понравилось. Я очень редко меняю свой уход за волосами, и на свой страх и риск взяла шампунь от бренда Nexus. Он не содержит силиконов, и я порывала взять от бренда Sukin, он мне тоже очень нравится и подходит, не вызывает раздражений и хорошо промывает волосы. Думаю, ладно, поищем еще что-то. Очень приятно пахнет таким салонным уходом, и этот аромат удерживается на волосах. Он здорово промывает кожу головы, не пересушивает волосы, должен давать объем, но как человек, у которого в принципе никогда не объемные волосы, а сейчас они у меня отросли, стали тяжелее, на объем можно не рассчитывать. Но то, что волосы рассыпаются, они приятные, они не путаются. Я еще всегда использую кондиционер для волос или маску, но сегодня ничем таким не пользовалась, и мне нравится, как они ощущаются, как выглядят. Иногда уже там во второй половине дня, если шампунь мне не подходит, корни могут жирниться. Здесь ничего такого не приключилось, минимальный расход, он очень хорошо пенится. Я пользуюсь им на протяжении недели, я часто мою волосы, и сейчас они не в самом лучшем состоянии, потому что перед летом я слегка их осветлила, вот несколько прядей, но они стали посуше. Но когда я использую этот шампунь, то волосы выглядят ухоженными, и мне не нужно пользоваться утюжком. То есть я высушила волосы, и это, собственно говоря, все. А у нас за окном всегда повышенная влажность, даже когда солнечная погода, это там, не знаю, 70% влажности, и ты выходишь, все начинает виться, как-то выкручиваться, и твои укладки конец. И тем более объем у меня теряется в любом случае. Мне этот шампунь понравился, буду пользоваться им дальше. Шампунь оказался очень достойным, и по ощущениям волосы такие как бы гладкие, но плотные. Конечно же, я сделала запас моих любимых патчей от прыщей от бренда SOM BY ME. Я всегда и везде ввожу, ношу их с собой на всякий случай, потому что или мне что-то привидится, или где-то очень невовремя назреет воспаление, и эти патчи работают. Да, они не уберут прыщ, который где-то там глубоко сидит, они чуть-чуть быстрее помогают его вытягивать, но менее травматичным путем. Они как бы убирают воспаление, но круче всего они работают тогда, когда вы что-то себе надавите, или уже уберете ваш прыщ, потом приклеиваете этот патч, и он как бы вот эту жидкость, которая еще где-то там выделяется в течение дня, очень хорошо высасывает, впитывает в себя и убирает вот бугорок. Также я заметила, что в принципе воспаление не сильно раздраженное, если я пользуюсь этими патчами. То есть я вижу, что что-то там уже на подходе, хопа, приклеила патч на всякий случай, чтобы я не ковыряла, чтобы я не замазывала это все тоналкой или корректором. Пусть лучше будет патч, поэтому если вы встретите меня где-то с таким патчем, то не удивляйтесь. Вы можете забрать у меня очень много из косметички, из уходовой, из декоративки, но пожалуйста, оставьте мне эти патчи. Для меня это самые работающие патчи, при этом они не слишком плотные, они не очень заметные, они не брастящие, их приклеиваешь и они не бросаются в глаза. О, вспомнила. На примере этих патчей я хотела бы сказать несколько слов о ценах. Я специально еще до всех этих акций сделала скрин того, сколько стоят эти патчи у нас и сколько на iHerb. Когда я заказываю свои посылки из iHerb сюда в Польшу, я каждый раз плачу налог. И даже если посчитать стандартную цену этих патчей и добавить 20% налога, то все равно получится выгоднее, чем заказывать что-то здесь, еще платить за доставку. Это раз. А если учесть то, что я всегда могу воспользоваться кодом, который дает минус 5%, получится еще дешевле, а минус 25%, когда какая-то акция, то это вообще очень существенная разница, даже учитывая то, что я плачу налоги. Можно оформить заказ таким образом, чтобы стоимость посылки не превышала 22 евро тогда, или 20 евро, тогда вот этот налог не будет насчитан. Но я всегда беру большими пачками, потому что то же самое происходит по отношению к другим средствам и уходовым, и что-то из категории еды. Во-первых, это всегда качественно у iHerb, у них огромнейший ассортимент, где я могу найти все в одном месте, ну и плюс по цене мне все равно выгодно. И тем более классная доставка, курьер приносит прямо домой, мне не надо никуда ехать, в несколько разных магазинов, поэтому вот так. Категория еда. Я показывала вам эту гранолу, не эту, а предыдущую пачку, которую я покупала еще летом, в распаковке своих покупок из iHerb. Я попробовала, мне очень понравилось. Несмотря на то, что это кето-гранола, тогда я была на такой жесткой оздоровительной диете, сейчас я уже больше расширяю свой рацион питания. Но к этой граноле мне захотелось вернуться, потому что она очень вкусная, она очень питательная, то есть после нее долго не хочется есть. Все по той причине, что здесь содержатся орешки, кокосовые хлопья, также какие-то семечки, нет сахара. Здесь заменитель сахара, но она такая вкусная, она соленая, сладкая. Если вы такое любите, это вообще бомба, я вам обещаю. Вообще это полезно, это вкусно. Бренд Kiss My Keto, гранола с арахисовым маслом и шоколадом. И я продолжу покупать ее, не помню, были ли другие разновидности, но взяла ту, которую я уже проверила. И да, утром я люблю съесть йогурт с этой гранолой, добавить какие-то фрукты. Несмотря на то, что сейчас обед, я все равно сделаю себе такой полдник. Мы всей семьей любим кленовый сироп от бренда Now Real Food. У меня он был, закончился. Очень большая упаковка, надолго хватает. Я использую его практически везде, где можно. То есть и в кашу, вместо сахара, ко всевозможным блинчикам, к оладиям, для маринадов, курицы, мясо любого типа, рыбы. В прошлом году я снимала для вас футбук и там показывала несколько вариантов. Выпечку, если мне хочется как-то подсластить что-то, тоже добавляю кленовый сироп. Он не становится гуще со временем, он не быстро портится. Поэтому снова появился в моей кухне. Кокосовое масло я всегда брала классическое, оно без отдушки, рафинированное. Я использовала его для жарки. И все меня устраивало, оно до сих пор у меня есть. Сейчас взяла кокосовое масло со сливочным ароматом. То есть это и по запаху, и по вкусу как сливочное масло. Но на сливочном масле жарить нельзя. Ну, Тиво, наверняка вы видели его в моих влогах. Сейчас, когда мне хочется именно почувствовать вкус и запах сливочного масла, но при этом не использовать его, то беру это. Господи, это так вкусно. Хочется намазать на хлеб. Действительно. И очень экономно расходуется. Надолго хватает. Эта баночка у меня так долго. Я даже не помню, когда я его приобретала, но можно использовать для соте, намазывать на хлеб, для выпечки или для попкорна. Я по-прежнему стараюсь следить за питанием. И когда мне хочется чего-то вкусненького, но я знаю, что я не добираю белка в этот день, я могу воспользоваться вот таким миксом. Если вы видите здоровые панкейки где-то у меня в инстаграме, то это именно этот микс. Для детей я беру обычный или с гречневой мукой, с цельнозерновой. Здесь тоже цельнозерновая. Бренд Bob's Red Mill. Супер. Вот я покупала у них несколько миксов, и все они хороши, потому что панкейки всегда и выходят, никогда не комкаются. То есть нет вот этих комочков. Все классно перемешивается. Также пропекаются. Вафли превосходные получаются. И их порошок для выпечки, как он, разрыхлитель, вот всегда забываю. Разрыхлитель тоже в моих фаворитах. Все, что я покупала от них, всегда все работает и очень вкусно. И протеиновые разные там штуки, они иногда настолько отвратительные по вкусу. Эти, как обычные панкейки, только ты добираешь еще и протеин. 16 грамм протеина на одну порцию. Мне этого хватает надолго. Детям, так я сказала, делаю обычные, себе такие. Орешки кешью Now Real Food. Они самые нежные, самые вот такие аж кремовые и как будто самые сладкие. Я огромный фанат кешью. Помимо этого, вот опять же говоря о складах, где это все хранится, они не пропитаны влагой. То есть они приезжают и они такие, как свежие сразу, не поджаренные, без соли. Всегда беру эти в кашу или просто в качестве снэка. Игнат может съесть пол пачки. За раз он любит. Особенно орешки кешью. Или клюк забыла заказать в этот раз. Она подслащена яблочным сиропом. Нужно будет купить. Ну а орешки у нас разлетятся. Я всегда беру минимум 4 упаковки. Это я взяла попробовать. Осенью и зимой всегда хочется пить что-то теплое, держать вот эту кружку в руках. И я не позволяю себе больше двух чашек кофе в день. Сейчас так вообще не пью по другой причине. И это типа как кофейный напиток на основе цикория от бренда Ticino. Я взяла себе вариант с орехом, с лесным орехом. Мне всегда нравились вот эти ароматизированные напитки. Но здесь хороший состав, средняя прожарка, чтобы это не значило. Будем знакомиться. Конечно же это все без кофеина. И такие напитки также можно пить детям. С молоком, с каким-нибудь... Это должна быть вкусная тень. Давайте сделаем с вами вместе в каком-то влоге. Можно подавать в качестве теплого напитка. Делать низкокалорийные десерты. Или в качестве основы для смузи. Или же делать айс-напитки, то есть со льдом. Не совсем актуально в холодное время года. Но как видите, вариантов есть несколько. Для дома взяла что-то, что вам не показало в прошлый раз в своих покупках. У меня как раз закончился этот кондиционер для стирки. Белья от бренда Meyers. У меня сейчас и мыло для рук стоит в кухне. И средства для мытья посуды. И вообще такое универсальное средство для уборки. Для всего тоже от Meyers. И вот эта вещь так смягчает все, что я стираю. Настолько приятная. Настолько, вы знаете, мягусенькая. Очень уютная. Очень приятная душка. Она прям аж расслабляющая. Все равно это аромат чистоты. Но не ядреного порошка. Написано, что это аромат базилика. Но базилик пахнет не так. Это что-то растительно свежее. Я бы назвала так. И этот аромат тоже ощущается на белье. И последнее, что мы с вами обсудим, это категория здоровья. То, что нас очень спасает в ночное время, это сироп для детей с 4 месяцев от бренда Natra Bio. Если, вы знаете, насморк, который течет ручьем, если беспокоит кашель, вот такие неприятные проявления простуды, и ты не спишь, и ребенок не спит, и ты не знаешь, как и чем ему помочь, у нас здорово работает вот этот сироп. И еще, когда вот такой сухой кашель, даешь, и оно как-то успокаивается. Оставлю вам ссылку и на этот, и на второй. Для нас это настоящее спасение. Когда ребенок покашливает, и его беспокоит боль в горле, я многие спреи не могу использовать, потому что это невкусно или они не работают. Вот мне нравится, как маме, спрей от бренда Herbs and Kids. Вот такой он мятный. Знаете, когда это прям такая острая боль в горле, я сама иногда им пользуюсь. Он ментоловый, он моментально облегчает вот эту боль, хотя бы на какое-то время, и сладковатый. То есть и ментол, сладость, при этом состав здесь тоже хороший. Учитывая то, что у меня иногда появляется боль в пояснице и у мужа, мы, конечно же, не просто мажемся чем-то, чтобы устранить проблему, мы выяснили причину и занимаемся своим здоровьем. Но хочется себе помочь здесь и сейчас. Взяла тигровый бальзам Tiger Balm, и он очень мощный. Не нужно его наносить вот таким слоем, потому что он супер ментоловый. И здесь минимальный расход, помните об этом, и всегда тщательно мойте руки после его использования. Я натираю, но не прямо, знаете, чтобы это все как-то разогреть, а наношу, пока это более-менее впитается. И благодаря тому, что это очень-очень сильный ментол, сразу становится легче. Можно использовать не только на спину, а в те места, где вас что-то беспокоит, только с 12 лет. То есть для наших мальчиков пока что нет, но на всякий случай пусть лежит, потому что в последнее время что-то не везет. В этом плане 11% камфоры и 10% ментола. Хорошо распределяется, текстура у него такая жирненькая, и это помогает. И так как мы с вами находимся в преддверии зимы, напоминаю вам о нашем семейном мастхеве. Это бренд NutriBiotic, их экстракт косточек грейпфрута. Я не помню, когда я принимала что-либо от простуды, как только я чувствую, что начинает першить в горле, или какой-то насморк, или совсем все плохо, всегда меня спасает вот эта вещь. Я всегда вожу ее с собой во все поездки. Есть большой формат, вот такой маленький я купила специально для поездок. Развожу это все в воде, детям даю в соки, чтобы это не было настолько приторным и горьким. И это поскорее помогает справляться с простудой без дополнительных каких-то таблеток и так далее. Я знаю, что многие попробовали его по моей рекомендации, а вы мне его когда-то советовали, мои зрители. И за это я всегда-всегда буду вам благодарна. И дальше передаю вам вот такую полезную находку. На этом мы с вами будем прощаться. Еще раз напоминаю, что все ссылки на iHerb я оставляю внизу. Если вас что-то заинтересовало, если вы ищете что-то, хотите купить более выгодно, то заходите к ним. Если вам было интересно и полезно сегодня со мной, не забывайте поставить пальчик вверх. Ну а теперь пока-пока, до новых встреч уже совсем скоро.